Так, я решила завести свой блог про еду. Уф ты! И что ты будешь делать? Заказывать доставки, обозревать еду, рассказывать про продукты, делать рецепты, ну и пробовать, конечно. Да ладно, на самом деле ты просто хочешь много есть. Неправда. Признавайся, любишь пожрать, вот решила себе такой блог завести. Отстань, Юмичу, вечно ты все портишь. Я хотела тебе помочь попросить, а ты? Ну ладно, ладно, извини, что надо делать? Сегодня киса Алиса будет моим оператором, а ты моим первым зрителем. Ну, может начнем уже? Мотор! Приветик, мои дорогие зрители! Сегодня мы вместе с вами будем пробовать полнорационные сухие и влажные корма супер премиум класса для собак Prime Ever Superior. Стой! Что? Ты сейчас серьезно? Что? А нельзя как-то попроще сказать, а не как в передаче по телеке. Ням-ням, сумки текут, проверим, насколько он крутой. Вы мне тут что, школу блогеров устроили? Я сама все знаю, я на ютубе была, когда вас еще не было. Ой, все, Мотор, их есть два вида, сухой и влажный. Ну, Алиса, что? Ну, упаковки-то покажи. Ты что мне тут школу операторов устраиваешь? Я без тебя все знаю. Удобный дизайн? А какой состав? Ни кукурузы, ни глютена, ни сои, ни ГМО. В корме содержится 86% животного белка, а консервы вообще монопротеиновые. Моно-чего-чего? Ну, то есть там только мясо индики или ягненка и больше ничего нет. А-а-а, а вот так сказать нельзя было? Мы тут не ученые тебе. Ой, все, Юмичу, а еще они гипоаллергенные. Ты издеваешься, Софи? Юми, ты что, даже таких простых слов не знаешь? Это значит, что на него не может быть аллергии. Круто, только говори попроще, заучка. Я просто очень умная, в отличие от некоторых. Хватит, мото. Итак, дорогие зрители, корма Prime Ever Superior есть разные, для разных собак. А у нас сегодня на обзоре консервы и adult mini для взрослых собак мелких пород весом до 15 килограмм, как я. Давай уже сам корм показывай. Не, торопи меня. Ты зачем ешь? Гранулы удобные, но надо же на вкус попробовать. Ты же сейчас все съешь. Слишком вкусно, сложно остановиться. Я же говорила, ты блог хотела завести, чтобы жрать. А тебе что, завидно? Так, а это консервы. Ммм, какая красота и вкуснота. Стоп, ну что это за обзор? Ты хотя бы что-то говори, а то все слопаешь сейчас. Этот корм отлично усваивается. Содержит витамины, незаменимые минералы и аминокислоты. Дает много энергии. Обладает прекрасными вкусовыми характеристиками и насыщает. Чего? Кто тебе сценарий писал? Я достаточно умная, чтобы сама его написать. О, мой кошачий бог. Мы что, передачу здоровья снимаем? Ага, а София Елена Малышева. Сейчас еще у нее на фоне выйдут люди в костюмах корма и будут показывать, как он проходит через собаку. Ну, он полезный и вкусный, и жрать долго не хочется. Как вы хотите, чтобы я сказала? Да? Ну да. Да ну вас. Так вот, мои дорогие подписчички. Натуральные антиоксиданты, бета-глюканы и хондропротекторные вещества помогают поддерживать здоровье суставов и связок. Активный обмен веществ и хорошее самочувствие. Вот я прямо сейчас его ощущаю. Это хорошее самочувствие. Еще бы столько вкуснятина сожрать. Кстати, ингредиенты для этого корма выращиваются на Алтае, в чистейшей природе. Ну как? Ничего не понятно, но очень хочется. Короче, корм мега вкусный, полезный и очень годный. Ааа, тогда я куплю. Я за ЗОЗ. Где заказывать? Дорогие мои зрители, специально для вас я оставлю ссылку в описании внизу. Упаковки 900 грамм хватит на 10 дней для собаки весом 5 килограмм. Этого как раз достаточно, чтобы попробовать. А еще есть пачки 2,9 и 14 килограмм. Пошла-ка я поем, пожалуй. А то аж в животе заурчало. Эй, я еще не закончила. А я пошла закажу себе этот корм. Эй, ставьте лайк на мой обзор. Так, я написала сценарий, теперь моя очередь вести блог. Такс, а как тут все работает, а? А, все, готово, мотор. Твоя карьера на ютубе закончилась, Софи, придется мне работать. Я буду вести кошачьи новости. Твой блог про еду не прокатит, придется тебе уйти с ютуба. А мне придется работать за нас всех. Эх, крутая идея, котоблогер. А тебе придется только операторам подрабатывать. Надеюсь, мои кошачьи новости понравятся всем. То, ну и ладно, тогда я тебя вообще снимать не буду. И я сама уйду с ютуба. Понятно? Найди себе какого-нибудь другого оператора, а я ухожу. А мне и не нужен оператор. У меня тут, между прочим, целая новостная студия собственная. Погнали. Итак, в эфире корреспондент Киса Алиса. И с вами самые горячие кота новости за последние сутки. Нас смотрит и любит вся страна. Наши кота новости самые горячие, как пирожки, не оставят вас равнодушными. Не переключайтесь. В Сочи в мае неожиданно выпало рекордное количество снега. И житель Василий вынужден раскапывать свой дом без помощи служб. Это видео с котом Иваном из Новгорода набрало миллион просмотров за сутки. Котопед Дарья из Воронежа разработала новую технологию тренировки речевого аппарата для котят, у которых проблемы с произношением звуков. Она обучает будущих котов-лакопедов своим новым разработкам, которые скоро будут применять на котятах. В Челябинске в результате бытовой ссоры со своей подругой кошкой-зарисой пёс Аксений получил затрясение мозга. Он остался жив и сейчас оправляется от удара. На днях в Липецке произошла похожая ситуация в семейном бытовом конфликте. Хор котят под названием «Ушки на макушке» едет на котовидение в 2024 году, так как они с большим отрывом победили в предварительном отборе. И собрали самое большое количество зрительских симпатий. Пожелаем им удачи! В Екатеринбурге произошла вызывающая ситуация. Кошка Маша решила поиграть с хозяйкой. И как та считает, мешала ей записывать свой танец. Хозяйка выгнала её из дома, и за это кошка Маша купила себе квартиру и не пустила туда свою хозяйку. Обнаружен новый вид наркотического средства для котов. Человеческие носки ввели кота Моисея в состояние опьянения, и он долго не мог из него выйти. Попытка проникновения кота вора Алексея в чужой дом была провалена. Кот отделался ушибом, и кота полиция разбирается в обстоятельствах. Учёные Перми продолжают проводить тренировки котов-лётчиков для полёта на новом воздушном суде. Для этого их учат ловить ветровые потоки. Студенты готовятся к первому взлёту этим летом. В Казани появился местный кошачий хатико, только по имени Котико. Когда хозяин уходит на работу, котико стоит у окна и терпеливо ждёт весь день, когда тот вернётся и покормит его. Прямо на месте преступления при попытке ограбления доблестной кота полиции был пойман кот Руслан, который вскрыл ящик и пытался вытащить оттуда те самые наркотические носки. Для последующей продажи и распространения кота полиция завела дело. С вами была корреспондентка Киса Алиса. Оставайтесь с нами на связи и узнавайте самые горячие кота новости на нашем канале. Ну, не знаю. Я бы, конечно, такое смотреть не стала. На Ютубе новости делает куча народу. Короче, я бы лайк не поставила. Ну и вообще, кому это может быть интересно? Разве что трём каким-нибудь котиком? Короче, я бы это прям переключила. Видимо, не только мне, Киса Алиса, придётся уйти с Ютуба, но и тебе. Ты уходишь с Ютуба, я ухожу с Ютуба. Ничего мы придумать нового не можем и ничего снять не можем. Значит, всё, каналу конец. Так, погодите, ещё не всё потеряно. Я могу снимать какой-нибудь другой формат. Например, путешествия, тревел-блог. Только долго-блог. Короче, нельзя сдаваться, надо попробовать. Я поехала. Привет, я тревел-блогер Юмичу. И прямо сейчас я нахожусь на острове собак. Вообще, очень сильный ветер. Вообще. А вот и местные обитатели этого прекрасного побережья. Давайте познакомимся с ним. Здравствуйте, поделитесь с нами о том, как вы здесь живёте. Хочешь, я познакомлю тебя со своей семьёй? Конечно, мы всегда рады познавать быт местных жителей. Привет, привет. Здравствуйте, уважаемые жители, я... Деньги есть у тебя? Денег гони. Где твой кошелёк? Нет у меня денег. Тогда вали отсюда, пока мы тебя не отлупили. Иди отсюда. Пошла отсюда. Ладно, ладно, я ухожу, лжо, лажу, отстаньте от меня. Здравствуйте, я путешествую одна и хочу задать вопрос местным жителям. Одна путешествуешь? Да. Без папы и мамы такая маленькая безобидная девочка. Давай я тебя провожу до дома. Нет, спасибо, извините, мне пора. А, надо скорее бежать куда-нибудь. Вдруг это маньяк какой-нибудь. Здравствуйте, можно я задам вам вопрос? Я хочу обращать местных жителей. Я тебя сейчас как отлуплю. А ничего вы не сделаете, потому что вы привязаны. Да ты только подойди ко мне, я тебе сразу по морде дам. Я просто хочу познакомиться. Дружба народов, понимаете? Я тебе сейчас покажу дружбу народов, только подойди. Нет. Иди сюда. Не надо меня бить. Чё ты тут вообще ошибаешься, а ты, малявка, сейчас как отлуплю тебя. Я просто спросить хотела, потому что я живу в стране, где пляжей мало, и в основном у нас холодно, а зимой снег идёт. Расскажите свои впечатления. Сейчас я тебе, сейчас я тебе, сейчас я тебе такие впечатления покажу, а ты только подойди ко мне, я тебе такие впечатления тут устрою. Вот ответьте мне на вопрос, почему вы такие злые, вы вроде на солнце живёте. Вы должны быть добрые и счастливые. А ты подойди поближе, а, я тебе сейчас всё расскажу, какие мы добрые и счастливые покажу. Нет уж, спасибо, я кого-нибудь подружелюбнее, пожалуй, найду. О, привет, ребята, как дела? Давайте знакомиться, я, Юмичу, а вы? Так, я знаю, понятно, вообще не местные. Привет, я путешественница, Юмичу, а ты? А я капитан пиратов, убийца мышей, главарь мафии и ненавижу котов. Хочу познакомиться с классной девчонкой. Давай, будешь моей женой. А, нет, спасибо, как-нибудь в следующий раз. Ладно, пиши, если что, или звони. Тут вообще есть нормальные жители? Привет, я собака-спасатель, хочешь, я тебя спасу? Нет, спасибо, меня нечего спасать. Нет, давай я тебя спасу, я собака-спасатель, меня зовут Хлебушек, а тебя? А меня Юмичу, но меня не надо спасать, Хлебушек, спасибо. Я вижу, что тебе нужна помощь, давай я тебя спасу. Нет, спасибо, Хлебушек, ты очень классный, добрый пёс, но мне не нужна помощь. Я только недавно прошёл кружок спасателей, и мне сказали, что спасать надо всех, надо всем помогать. Слушай, Хлеб, классная, но только мне не нужна твоя помощь! Прости, Илона, не обижайся, ты классный! Но это же не важно, нужна тебе моя помощь или нет, я собака-спасатель, значит я должен тебя спасать! Слушай, Хлеб, меня нечего спасать, и хватит нюхать мою попу! Именно так меня учили определять, кому нужно спасение, сначала надо понюхать попу! О, привет, а тебя как зовут? Надеюсь, ты не собака-спасатель? О, привет, я Хлебушек-собака-спасатель, хочешь я тебя спасу? Я вижу, что тебе нужна помощь, эй! Надо поскорее убежать, пока этот Хлеб отвлекся! Привет, а вы кто такие? Мы местная банда! А ты? Опять банда какая-то, да что ж такое-то! Привет, как тебя зовут? Привет, я Юмичу, а ты очередной разбойник, бандит, фух, я устала! Нет, я спасатель! Опять? У меня нет денег, слушай, отстань от меня! Да ладно, погоди ты, не нужны мне деньги, я живу на этом пляже уже 10 лет, я местный хранитель острова! Тогда может ты знаешь, почему здесь все такие злые? Можешь не ходить за мной по пятам, а? Просто здесь не любят чужаков, потому что есть такая легенда! Что еще за легенда? Легенда гласит, что когда-то давно сюда приехали чужаки, и они разворовали наш остров собак, все разрушили! Но я-то никому зла не желаю! Я понимаю, но они-то об этом не знают, поэтому всех чужаков теперь здесь не любят! Да уж, спасибо, что объяснил! Ты куда? Привет, я не чужак, я друг! Ты что, к моему мужу приставала, а? Ты, малявка! Ты что, хочешь моего мужа увезти, да? Это мой муж, ты поняла? Да я-я-я-я, я вообще его первая в жизни вижу у этого чувака, я вас не знаю! Моего мужа вздумала увезти, иди отсюда, пока я тебя не избила! Ладно, пока! Какие странные! О, приветик! Привет, очередной пират, разбойник, маньяк, вор, убийца! Что ты хочешь от меня, у меня нет денег! Привет, я не чужак, я просто хочу познакомиться, чтобы кто-нибудь мне рассказал про остров собак! Если бы ты не была чужаком, тебя бы здесь видели, а я тебя не помню, я тебя никогда не видел, поэтому если сейчас не свалишь отсюда, я тебя отлуплю, позову свою банду, и мы тебя отлупим, понятно? Ой, всё! Привет, неместная, ты зачем тут яму копаешь? Хочешь наш остров испортить, да? Я сейчас кого-нибудь позову, и мы тебя изобьём, понятно? Ты кто такая? Ты что тут делаешь? Только попробуй пометить моё дерево, я тебе сейчас дам, понятно? Кажется, кто-то тут нарывается на побои, если не уйдёшь, изобью! А мы спасатели! Мы спасатели! Хочешь, мы тебя спасём? Давай, мы тебя спасём, а! Пока! Так, всё, я устала от этого острова собак, я отсюда уплываю! Не получился у меня тревел-блог, кажется! Простите! Видимо, придётся и правда уйти с Ютуба! Ну всё, всё потеряно, делать больше нечего, пока! Да уж, ребята, не удалось нам сделать классный контент, и, видимо, пора прощаться с нашими зрителями! Один за всех и все за одного! Никто один здесь на Ютубе оставаться не будет, поэтому уходим тогда все вместе! Прощай, наш канал! Прощай, наш канал!